Александр Григорьевич, не знаю, вопрос ли это к мэру. Значит, что такое сделано на Урале? Расскажу, я об этом уже говорил и не устану повторять. Мы на сегодня вместе с вами в городе ежегодно тратим в магазинах около 800 миллиардов рублей. Около 800 миллиардов. Мы это кто? Екатеринбург? Это розничный товарооборот города Екатеринбурга. Так, на всякий случай, у нас есть только 8 субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, у которых этот товарооборот повыше, чем в одном городе Екатеринбурге. У нас тратят деньги ближайшие города. Наши друзья, как мы их любя, это не с какой-то обидой из Ханты-Мансийских Эмиратов, они у нас платежеспособны. Мы любим, когда к нам приезжает Пермь, Челябинск, и это правильно. Я попросил коллег разделить на атомы вот эту вот сумму, на что мы тратим деньги, чтобы понять, 10 миллиардов рублей плюс-минус ежегодно тратим на стройматериалы а-ля евроремонт в квартире. У себя производим 3-5 процентов, не больше. 20 миллиардов рублей, женщины, держитесь, тратим на обуви. У себя производим меньше 1 процента. 60 миллиардов рублей. Вообще для того, чтобы понять, что такое миллиард. Миллиард — это одна тысячная школа на тысячу деток. Миллиард — это 4 детских садика по 300 малышей в каждом. Миллиард — это 3-4 спортивных фока. Миллиард — это одна нафаршированная стандартная поликлиника оборудованием, всеми делами. Вот что такое миллиард. Так вот, 60 миллиардов рублей мы тратим на одежду, 300 миллиардов рублей товары народного потребления. Я в рынок продуктов питания, дальше могу, конечно, заходить, примерно те же пропорции. Придете домой, 360 градусов, повернитесь, посмотрите, что изготовлено у нас. Там даже, ну, как говорится, на деревянных досках надпись сделана не у нас. Сотни миллиардов рублей на сегодня из города выкачиваются вместе с налогами, рабочими местами, прибылью предпринимателей и так далее. Слушайте, это называется глобальная экономика и глобальная торговля. Это не глобальная экономика. Я не претендую, чтобы 100% рынка было у нас. Я говорю, но меньше 30% это, в принципе, унизительно, а по-доброму надо иметь там процентов, ну, там, 40-50 нам бы этого дела добиться. Даже если мы из этих 800 миллиардов будем у себя оставлять… То есть, подождите, вы хотите, чтобы 40-50% товаров народного потребления производились здесь, я правильно вас понимаю? Да. Я не предлагаю… А есть хоть один регион в мире, где такое происходит? Ну, кроме Китая, может быть? Есть. Где? Есть. Где? Если не брать нашу страну, потому что мы свои рынки, к сожалению, отдали, мы свои рынки, к сожалению, отдали, но на сегодня, если вы приедете там в ту же Белоруссию, если вы приедете, посмотрите другие страны, там это сегодня реально работает. И надо разбираться. Вот как с газонами закончим, не думайте, что я от вас отцеплюсь, потом сядем откровенно поговорить, где гайки пережали. Если в начале 90-х годов, я помню это время, 70% людей хотели быть предпринимателями, то сейчас люди моего возраста, старше кто, кто прошел 90-е, заработал денег и так далее, и так далее, они говорят, слушай, у меня есть, у детей, судя по всему, тоже будет, а дальше я в азартные игры играть не хочу. Ну, потому что я как заложник, чем больше на меня зарегистрировано, тем больше меня проверяют, у меня там есть, взять, вон головой сидит, кивает, я же говорю, как с забором закончим, с газоном закончим, пойдем дальше. Поэтому нам нужно сегодня стремиться к тому, чтобы элементарные вещи делать у себя. Я вам честно скажу, в Первоуральске был в цехе подпольном, где делают итальянскую обувь, которая у нас продается, но мы с нее ни налогов, ничего не имеем. В одном из городов Большого Екатеринбурга заходим в цех, делают шарниры с надписью Ikea, шильдики, надписи. Парни говорят, ну мы привозим, к кэшам рассчитываются. Мы делаем что-то, но мы не видим, что мы там делаем, как это все происходит. Надо садиться и разбираться. Я при этом не говорю, что мы ставим себе задачу 40% через 5 лет. Наверное, нет, потому что рынок проще сдать, чем потом захватить обратно. Но простые вещи мы должны на сегодня делать у себя. И надо разбираться, почему мы это не делаем. Почему сегодня продается картошка из Москвы в наших супермаркетах? Нет, собираю представителей крупных торговых сетей, я еще в области работал. Я говорю, почему не продаем нашу картошку? Они говорят, да мы готовы, кончайте нас уже мучить. Но можно сделать так, чтобы ваш фермер не привез машину картошки и не выгрузил ее прямо перед нашим входом. Мы не очень понимаем времена вот этих вот женщин в перчатках с обрезанными пальцами, с золотом. Они как бы прошли в овощных магазинах. Нам нужно с гарантированным качеством помытое количество, которое будет к нам приходить. На нужных нам поддонах, в нужных нам. Мы встроим это в цепочки. И сегодня с Евгением Владимировичем мы это уже начали делать. Да, мы начнем финансировать вот эти вот первичные цеха по переработке. Ну, чтобы переработать, упаковать и потом уже, соответственно, выходить на наш рынок. Правильная идея сделана на Урале, правильная идея. Но трамваи трансмашевские. Я люблю и уважаю трансмаш. Я сам начинал жизнь там на заводе НПО автоматика. Но когда мы берем наш спектр и ставим его рядом с другими трамваями, еще есть над чем работать. Еще как? Еще как. И понятно, что там… Я говорю, у вас зачем вот этот вот шарнир такой большой? Они говорят, ну там одни и те же проектировщики МСТу делают и трамвай. У них вот там… МСТа это что-то стреляющее, да? Это 60 тонн, да. Это такая большая пушка. Вот. Поэтому что-то нужно делать сегодня, что-то нужно делать завтра, но мы должны ставить перед собой задачу. Старая русская поговорка. В дом хоть корову, из дома не иголки. Если у нас сегодня есть производитель молочной продукции, да, то надо помогать, потому что он наш. Он здесь живет, он здесь налоги платит. Но сегодня приходит Ориант из Челябинска и начинает наших, ну, как детей малых. Они приходят, обижаются там. Позвоните Арестову, пусть он так себя не ведет. Я говорю, слушай, ну вот неправильно. Я приводил пример, да. Челябинский Пеплас костюмы шьет. Может быть, не итальянские. Наши-то что, безрукие все? Или что случилось-то у нас? Что там? Что происходит? У нас, между прочим, очень много брендов одежды екатеринбургских появилось в последнее время. Все. Надо это дело делать, чтобы это было больше. Я обещал Александра Геннадьевича отпустить в половину девятого. Давайте вот буквально еще один вопрос. Я очень, или реплика, я очень прошу вас. Давайте вот по делу поговорим про, чего жители Екатеринбурга хотят в городской власти. В силу этого людям приходится становиться самозанятыми. В 90-е годы я был маленький. Мои соседи выходили на улицу краснофлотцев семьей и торговали кружевными трусиками. Чем сейчас власть может помочь жителям города в сложной экономической ситуации, чтобы они экономически могли самоорганизоваться и в этот непростой момент для города и для страны поддержать свои семьи и пройти этот период должным образом? Спасибо. Продолжение моего предыдущего ответа. То есть сотни миллиардов, о которых я говорил, надо оставить у себя, чтобы это мы шили кружевные трусики. Кстати говоря, предприятие Пальмета, я в свое время занимался кредитованием малого-среднего бизнеса. Я видел, как это все развивалось. Это наш бренд и это хорошо. И Витал ЕВВ и так далее. Теперь с точки зрения самозанятых, не самозанятых, первое, что нужно делать, и мы с депутатами, я думаю, что это начнем обсуждать, это все-таки создание реальных технопарков. Не по принципу построили производственные площади и туда посадили своих навечно. Нужно садиться и разрабатывать инкубаторы. Коворкинг сегодня уже появился в городе. Это такая бизнесовая функция, ее тоже надо поддержать, чтобы человек, у которого руки вставлены в нужное место, мог прийти и арендовать элементарный станок, что-то еще, чтобы можно было изготовить. Это мы делать начнем. Малый и средний бизнес – это основа пирамиды экономики. Верхний бизнес, крупный бизнес, он платит основные налоги. Малый и средний бизнес обеспечивает занятость, перспективы и обеспечивает рост, кто дорос до крупного. Опыт 90-х показал, что приватизация крупного бизнеса, когда часть директоров заводов стали крупными бизнесменами, привела к банкротству. Потому что человек был не готов управлять этой махиной по-новому. Человек, который вырос, а у меня сегодня такие примеры есть. Я помню множество городских предпринимателей, с кем мы в 90-е годы обсуждали первые проекты, 2-3 кресла стоматологических купить и так далее. Сегодня сеть и клиник, он должен вырасти, вот прямо вот переходя. Это определенный этап эволюции. А я об этом говорил, что в начале 90-х 70% хотели быть предпринимателями. Сегодня 70% хотят быть чиновниками. Ну там, все понятно. Кефир, зефир, теплый. Сортир. Вот. И это неправильно. Мы на каком-то этапе пережали. И когда я говорю о функции экспертного совета бизнес, вот нужно по-честному с ними сесть без, значит, камер. И они должны сформулировать простые вещи, что нужно сделать, чтобы бизнес в городе начал развиваться. Мне кажется, они и с камерами сформулируют. Слушай, и так, и так можем, да. Поэтому вот эта штука, она важная, вы правильно говорите. И ей нужно заниматься. Но я прихожу на Думу, предположим, сформировали бюджет. 50% развития благоустройства, 50% школы, больницы. Нужно будет у кого-то забрать для того, чтобы это начать делать. У нас количество же денег ограниченное. Каждое решение депутатов, давайте выделим туда, я буду задавать вопрос, покажи, у кого забрать. И когда мы начнем забирать, городское сообщество в этот момент должно кивать и говорить, да, они правильно сделали. И депутаты должны, и мы. Вот это очень правильная штука. Но если на сегодня у нас другой момент есть. Если человек пошел в бизнес и уже пошел этим заниматься, то нужно четко понимать, что там есть существенные правила игры, которые нужно принять и там идти. Когда вы говорите о самозанятых, да, их очень много. На сегодня я к этому отношусь с пониманием, потому что когда мы начали проводить комиссии по поводу вывода всех на заработную плату из конвертов, я сразу говорил, что мы получим рост официальных безработных. Ну люди просто из этого, они выходят на биржу. Я говорю, ну и что добились-то? Раньше он сам себя как-то… Сейчас мы тут гайки прикрутили, работодатели сказали, ладно, все. Теперь их сами в центре занятости будете оплачивать дотацию. Поэтому понятная проблема, мы тут с вами согласны, но вот здесь идем от бизнеса. Я считаю, что предприниматели и бизнесмены, они понимают с точки зрения, что нужно сделать больше, чем я. Потому что я могу какие-то моменты не увидеть. И эксперты, которые будут входить в эти советы, да, мы должны понимать, что они понимают больше, чем я. И это правильно, и мне не стыдно. Добрый вечер, Елена Третьякова. Екатеринбург – это наш дом. Мэр – это глава нашего дома. И в этом доме, я считаю, что должны все жить уютно, безопасно, сытно. Все, особенно дети. И о безопасном и сытном хотела бы поговорить отдельно. На сегодняшний день система школьного питания себя исчерпала, устарела, требует кардинальных изменений. Я считаю, что в школьном, детском питании не должно быть коммерческой основы. Горожане города на сегодняшний день остро задают вопрос, что будет сделано для того, чтобы улучшить систему, чтобы улучшить школьное питание в школах. Готовы ли мы разработать региональную программу, региональный стандарт школьного питания, внедрить его? Со своей стороны готовы потратить на это личное время? Стандарты школьного питания у нас сегодня есть. Сколько грамм на какое блюдо, сколько чего это все есть. Это как раз есть основная проблема. Потому что, когда мы что-то выносим на конкурс, есть позиция федерального законодательства, она где-то правильная, где-то нет. Что чем дешевле дали, тем для государства выгоднее. Я обязан заключить контракт. Я разбирался с этой темой не понаслышке. Гнилую рыбу видел. Поставщик, который снизил цену, он либо сделает меньше порции, либо возьмет просроченные продукты. Там другого не бывает. Оставлять систему в чистом виде государственной я бы тоже не хотел по одной простой причине. Рядом должна быть частная инициатива, которая не даст нашим расслабляться. Потому что бюджетная система, когда вы ее оставите, она обладает функцией серьезного саморазвития. Она будет расти. Надо и бизнесу давать возможность что-то сделать. И, соответственно, чтобы было наше влияние. Конкретной формулы пока нет. Действительно есть подход. Давайте создадим один большой муп, который всех будет кормить. И с мупом проблема. Я лично приходил к директорам вот этих наших муниципальных больниц, когда в зале я вижу одно, а у директора столовой на столе другое. И мы там имели эти, как говорится, разговоры, когда уже заплыли. У меня сегодня приходят частники и говорят, слушай, откажись вообще от вот этих вот всех ваших школьных столовых и всего остального. Давай попробуем, как в самолетах. Мы пришли, раздали вот эти вот боксы. Это будет все горячее. Мы прямо здесь тебе это все дело разогреем. Только не разводите вот эти вот жуткие производственные цеха, там все остальное. Мы это сделаем. И, возможно, это в меньшей степени функция организации, а в большей степени функция денег. Потому что то, что мы сегодня платим, там 70-80 рублей. Ну, сложно. Но на рынке сегодня сформирована услуга. Хороший бизнес-ланч стоит 200, да? Правильно я говорю? Ну вот плюс-минус для детенка. Поэтому уходить только в частную сферу, наверное, пока рано, но оставаться полностью в государственной не всегда эффективно. Но не всегда. Я видел, что там творится. И сумки полные видел, как выносим. И все остальное. Потому что все общее. Но опять же, вот нету формулы. Точно нету. Это надо будет садиться и обсуждать. Но, ну, что мне говорить-то? Съездите, взгляните, что творится в государственных учреждениях питания, да? И то, что сегодня делают частники. Но это там дайте им возможность. Точно так же с детскими садами. Надо дать возможность, чтобы частные детские сады росли. Надо дать возможность сегодня вот этому бизнесу приходить, потому что мы не решим все проблемы за счет бюджета. Мы будем делить каждый год, а цены будут расти. Ну, вот точно. Поэтому тезис на тему того, что давайте создадим одну большую контору, которая будет всех кормить. Я примерно представляю, сколько народу придет лоббировать руководителя. Этот руководитель всегда будет работать по принципу, блин, сегодня меня проломбировали, завтра меня могут снять. Капитализация и бизнеса не нужно. Будем брать то, что в текущем режиме. Но не может работать ни МУП, ни ГУП эффективно. Водоканал – да. Вода точно наша. Это должен быть МУП. А там, где на сегодня есть функционал бизнеса, его надо привести, надо сесть опять же с коллегами, сформировать экономическую модель, чтобы зарабатывали хотя бы 10% на вложенный капитал, чтобы контракты заключались, ну не на полгода, хотя бы на три, чтобы можно было вложиться и успеть отбиться. Да, это будет дороже. Опять же приду к депутатам, скажу, ну что, деньги на благоустройство или чтобы детки нормально питались. Когда мажем ровным слоем, мажем ровным слоем, ни у бизнеса окупаемости нет, они туда просто не идут, ни в благоустройстве особых прорывов нет. Поэтому конкретных рецептов нет. Но бизнес, не трогайте, он сегодня налогов платит существенно больше, чем все государственные предприятия. Чем им хорошее, тем нам всем лучше. Не душите их. Я выделил для себя, наверное, одну единственную и важную проблему, которая должна решаться вот прям непосредственно здесь и сейчас. Это проблема информированности населения, о которой говорил Тимофей. Действительно, среди нас не каждый знает, кто его депутат, кто его квартальный и вообще даже, что сегодня проводится горсовет. Зайдите на Е1 либо на официальный портал города Екатеринбурга, вы ни одного слова не увидите. То же самое касается каких-то других глобальных вопросов разрешения проблем, которые у нас в городе. Действительно, на мой взгляд, нужно создать какой-то сервис, универсальный сервис, куда каждый горожанин сможет обратиться с определенной проблемой либо обратиться с определенным вопросом, на который он найдет ответ. То есть, если у него там урна полная, он нажмет куда-то и увидит, куда ему обратиться. Действительно, не все вопросы должна решать администрация. Есть прокуратура, есть другие государственные органы. Вот, на мой взгляд, нужен сейчас именно сервис для права сознания и информирования населения. Оно у нас очень глупо в этих вопросах, особенно в права сознания. Человек не знает, куда ему идти. Я добавлю, что есть же опыт московского приложения «Активный гражданин», которое вроде бы успешное, и оно создано для вовлечения людей в эти процессы. Перешли к конкретике. Я сейчас уйду. Не потому, что мне не хочется больше находиться. Вот единственный последний вопрос. Слишком долго дама держит руку. И сейчас я на него обязательно отвечу. У меня просьба. Десять конкретных пунктов, в каждом из которых не больше восьми слов. Восемьдесят слов. Окей. Я в последнее время, вот вы сейчас много говорили о бизнесе, о самозанятости, о людях, а на самом деле у нас до такой степени все зарегулировано. Вот я, например, регулярно читала в Фейсбуке о том, как какой-то глава местной администрации успешно, значит, борется с каким-то местным рынком, гоняет этих бабушек, торгующих трусиками. Потом я читала торжественный, извините, отчет о том, что мы такие молодцы, мы победили, мы убрали, значит, вот эти ужасные рекламные листовки на остановках. Теперь у нас там вообще стенок нет, все продувается, но зато мы молодцы, мы эти неэстетичные листовки убрали. Вот, собственно говоря, я хочу сказать, что это же и есть уничтожение малого бизнеса и подрыв благосостояния вот этих вот людей, которые самозанятых, потому что вот эти листовки, это единственное, что могли себе позволить эти самозанятые граждане, чтобы как-то свои услуги продать. Я хочу спросить, вот при вас продолжится такое вот отношение, такое вот зарегулирование, вытеснение людей с улиц и связанный с этим вопрос, не планирует ли город как-то попытаться вернуть себе согласование публичных мероприятий и вернуть гражданам свободу собраний, потому что когда не работают вот эти каналы, не работают эти письма на сайт администрации, людям ничего не остается, как выйти и протестовать против, я не знаю, точечной застройки на улицу. И у нас это сейчас совсем задавлено, совсем, и власть людей не слышит, власть не чувствует человеческой боли вообще. То есть человек вышел с какой-то болью, с какой-то проблемой, его вяжут, тащат в автозак, все что угодно, проблема остается нерешенной. Вот у меня вопрос, будет ли как-то меняться именно отношение вот к этому обычному человеку, какое-то уважение к гражданину появится, его перестанут, извините, выгонять за то, что он вышел заработать, перестанут гонять за то, что у него слишком маленький бизнес для того, чтобы платить большие налоги. я был на похоронах молодой мамы, которая купила на одном из подобных рынков чай, как ей сказали, Иван Чай. Частник насобирал, продавал, только там оказалась какая-то трава не та. Сегодня открытие вот этих вот шлюзов в вашем случае и в вашей порядочности это работать будет. С другой стороны, мы как государство обязаны за этим следить. Это как МММ. Я очень люблю этот пример. Слушай, вот всех, не всех, то, что касается безопасности населения, то, что касается всех вот этих вот вещей, мы должны этим заниматься. С точки зрения зарегламентировали, не зарегламентировали, я сейчас приведу один пример в конце и пойду, потому что у вас, как только я уйду, вы не сможете сформулировать 10 пунктов. Тут сейчас у вас такая дискуссия начнется по поводу того, какой пункт важнее, а я прошу больше 10 не формулировать. Попробуйте приоритетность поставить. Кто может назвать четыре принципа счастья, не принципа, признака счастья советского человека? Машина, квартира, дача. Три называют все с разбегу, четвертый какой? Хрусталь, стенка, это внутренняя. Что было еще? Поездка за границу. Это вообще для, там, это где-то уже космос. Нет. Хорошая работа, кладбище. Вспомните, кто в то время жил? Нет. Что писали, что просили, кроме детских садов, писали заявление, в очереди стояли, слышим там, помоги там. А? Что? Мы забываем многие вещи, которые изменились. Сейчас я скажу, что это был телефон, телефон дома. Шестизначный, заветный номер без блокиратора с соседями. Значит, это было вот, ух. Мы в 2000 году делали отдельный стратегический проект, рассчитанный на 15 лет, на полном серьезе, чтобы у каждого гражданина дома был телефон. Количество операторов сотовой связи в 2007 году, неоператоров, абонентов сотовой связи превысило количество населения. Изменились технологии, там, все решилось. В начале 90-х государство сказало, Советский Союз, который производил 30% мирового ВВП, решал эти задачи для вас, уважаемые граждане. Но еще пятый пункт счастья был дефицит, значит, в магазинах что-то купить. Так вот, мы их решить не смогли. И торговля, автомобили, машины, дачи, телефоны, все на свободном рынке. Все помнят 90-е, как было тяжело, когда это нарождалось. Но сегодня один из лучших товарных рынков по выбору после Москвы. Сотовая связь одна из самых дешевых в Европе. С автомобилями проблем нет, с квартирами, машинами, дачами. Все решено. Но тогда государство сказало, мы останемся в тех вещах, которые делаем хорошо. это образование, культура, здравоохранение, ЖКХ, там мы будем оставаться. И на сегодня мы пришли, ну вот, как говорится, туда, куда пришли. Там, где качество, где полностью бизнес, качество, где полностью государство не всегда друг с другом коррелируется. Поэтому при производстве приоритетов я вас прошу сделать нормальную формулу, как мы должны сформулировать бюджет развития. У нас с вами 80, 85, 90 процентов бюджета, бюджет текущих расходов. Там делить нечего, скажу сразу. Это заработная плата, это коммуналка, это текущие расходы, там все понятно. А вот 10 процентов бюджета, 15, 12, плюс-минус, какая пропорция должна быть? 50 на 50 соцсферой, все остальное дороги и развития. Понятная пропорция. Мы договоримся, с депутатами договоримся, будем идти в этом режиме. Может, вы скажете, 30 процентов соцсфера, 30 процентов дороги, 30 процентов программы развития малого-среднего бизнеса. То, о чем говорили вы. Но нужно понимать, что ценой этого будет, что мы подожмем и детские сады, и питание, и благоустройство, но вложимся в развитие бизнеса, который нам потом даст этот эффект, когда вырастет. Можно не вкладываться в развитие бизнеса, можно лет пять эксплуатировать то, что есть. То есть можно не реформировать транспорт. Еще лет пять чешские трамваи, как говорится, протянут. Но потом уже совсем будет плохо, но как-то будет. Поэтому я бы в заключение просил вас сделать следующее. Попробуйте. А для всех это, ну для многих это будет первый опыт. Договоритесь. Десять пунктов по восемь слов в каждом по приоритетности, важности. Вот сейчас. Попробуйте, как это у вас получится. А я, если все это дело Дмитрию делегируют, буду от него ждать. У нас останется десять минут, поэтому мы точно не успеем сделать, но мы это сделаем в режиме онлайн. Давай в режиме онлайн, не проблема. Спасибо вам большое, дорогие граждане города. Я сожалею, что не смог остаться на подольше, но если мы с вами договоримся по принципу того, что каждый квартал мы здесь собираемся в какой-то там день, все к этому привыкнут, будем делать. Чаще не смогу. Ну и вы же видите, какой запрос у людей на общение. Ваши предшественники к нему по-разному относились, но он регулярно встречался с людьми, это было важно. Это для людей важно, чтобы они чувствовали, что они могут поговорить с властью. С людьми встречаться важно. У меня убедительная просьба, не злоупотребляйте этим делом. Я готов выслушать каждого, но когда мы будем собираться и по несколько часов будем говорить об одном и том же, вот если мы один раз о чем-то договорились, СМИ это рассказали, общая городская позиция вот такая вот. Я не могу уговаривать каждого лично. Это понятно. Ну нет времени. У меня очень много друзей позвонили, поздравили. Я не успел всем ответить, потому что не успел поспать. Сейчас мне все пишут СМСки, вот ты корону одел и так далее. Ну успею, но не сразу. Возьмите мой, чтобы… Александр Геннадьевич правильно абсолютно сказал, что сейчас не мы должны спикеры эти 10 пунктов формулировать, а должны формулировать абсолютно все. И поэтому будет очевидно, не совсем этично, то есть с нашей стороны как депутатов, со стороны надежды, как человека, который знает все о городском хозяйстве, является спикером и кандидатом в мэры. Поэтому очевидно вам, а я хотел бы отметить следующее. Вы увидели, что совершенно другой стиль общения и вот та надежда, о которой я говорил, о том, что изменится, она у меня только укрепилась. Тимофей. Дим, ну я хочу сказать со своей нынешней позиции, с нынешнего своего статуса, что во всех инициативах, частных или в каких-то группах людей, я везде готов участие свое принимать, везде готов и на тебя допираться, если могу, как на товарищей, как на средства массовой информации и какие-то здравые вещи вместе с Константином Викторовичем, вместе с депутатами, вещей, которые у нас есть, у нас довольно большое количество таких вот неравнодушных депутатов, я думаю, что мы действительно сможем чаще встречаться, сможем чаще честно и открыто говорить друг с другом, вот, и я думаю, что наконец-то что-то сдвинется и вот мы попробуем за эти пять лет не остановиться и вот сделать что-то для города такое, что ощутит на себе каждый. Постарайтесь не забыть про избирателей. Надежда. Так я про избирателей сейчас и говорю. Вот я говорю, постарайтесь про них не забывать. за эти пять лет. Знаете, на женских форумах, я просто по гендерному принципу иногда их читаю, вообще разносторонний человек, давно уже это уже, давно учат обращаться к мирозданию, когда женщины мечтают о чем-то, говорят, дорогое МРСД, всех женщин учат мечтать предельно конкретно, то есть есть такая задачка, то есть ты не должна думать о том, что я просто хочу выйти замуж. Это не мечта. Ты должна мечтать, я хочу выйти замуж до 30, чтобы это был высокий, холостой, брюнет, без детей и так далее. мечта должна иметь конкретику, и тогда она сбудется. Проблема городского сообщества, мы не знаем, чего хотим, и большинство здесь присутствующих, я по вопросам поняла, вы не знаете, чего вы хотите. Вы переступаете каждый день через какую-то проблему, вы ее не формулируете, вы не обращаетесь. Найти квартального, это вот сайт Екатеринбург.рф, открыть, там прям большая, буквами, найти моего квартального. Просто адрес вбиваете, у вас телефон. Телефон берут, слушайте, ну у меня берут постоянно. Пожалуйста, не кричите, мне вот прям, я звоню с неизвестного для квартальных номеров, поверьте мне. Там не вспыхивает никакая сигнальная кнопка, что вам Абакумова звонит, возьмите срочно трубку. Мечтать нужно и желать чего-то от власти, что-то конкретное. В основном от городского сообщества позыва к власти, мы хотим жить хорошо, мы хотим жить в комфортном городе. Что для вас конкретно комфортный город? Для меня комфортный город это одно, для других это комфортный город другое. Нужно как-то собраться, научиться, вот этот вот инфантилизм и лень, о которой я сразу вначале сказала, научиться его перебарывать в более конкретные вещи. Вы видите лужу, вот женщина ушла, она ходит и пять лет мечтает о том, чтобы починит улицу строителей. При этом она ничего ни разу нигде не сделала, не собрала жителей, не собрала подписей, не отнесла какому-то депутату, она не конкретизировала ни разу нигде о том, что она хочет починить. Она ждет о том, что снизойдет, вот на каком-то там комфоруме появится новый мэр, и она к нему обратится, скажет, мне нужна новая дорога. А до этого ничего не делалось. Я считаю, что горожане, если они инициативны, если они что-то требуют от власти, давайте вы делать тоже что-то будете. Для начала конкретные предложения, конкретные вопросы. Вот в этом смысле, конечно, прецедент Юрия Окунева просто фантастический. Он и сделал, и показал, и презентовал, и это у него готовый кейс, который можно просто включать в правила благоустройства. И это реальный запрос, который он, а, выполним, б, вот здесь мы только что получили обещание, что он будет выполнен. И это, я считаю, уже огромное достижение, и хотя бы мы здесь уже не зря собрались. Других конкретных предложений я, увы, даже до сих пор не услышала здесь о том, что можно было бы завтра реализовать в конкретной мере. Давайте тоже взрослеть вместе с этой властью и учиться на нее влиять более конкретно. Спасибо. Коллеги, на этом мы закончим. Спасибо вам большое, что... Можно последний вопрос? Да, давайте, последний вопрос. Да, простите, хорошо. Последнее, главное выступление. Можно я очень быстро... Я Александр... Здорово, здорово. Вы молодцы. Я Александр Куделькин, простой житель города. Давайте быстро выясним главное. Да, у нас осталось очень мало времени. Очень мало времени. Главное, кто из вас бы на честных выборах проголосовал бы за господина мэра? Очень хорошо, что он ушел. Поднимите, пожалуйста, руки. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас проголосовал бы за господина мэра, который, к счастью, ушел. Проголосовал бы? Проголосовал бы. Если бы были более-менее честные выборы. Если бы пустили бы всех. Ваш вопрос сильно зависит от того, кто был бы другим кандидатом. Всех. У кого всех? Полтора миллиона человек? Ройзман. Я, допустим. Константин Киселев. Выбирая между вами Высокинского, я бы, скорее всего, выбрал Высокинского. А Ройзманом? Киселевым? Вот. Я к чему? Явно руки подняли меньше половины гораздо. Это о чем говорит? Это было совершенно неправильное поведение господина мэра разговаривать с нами через губу. С нами с активными жителями. С нами более-менее активными и нормальными жителями. Ставить нам условия дикие. Каким образом они... Вот и вот уже, господа депутаты, приглашая вас завтра в суд. Завтра в суд в 11 часов утра в Кировский суд. Нет. Схватили 9 числа меня. Меня и моего ребенка. Схватили и... Здоровые русские офицеры. Вашу мать. Как так? Русские офицеры схватают детей и женщин. Я еле успел проголосовать, кстати. Против всех, кстати. Но это неважно. Еще раз. Да. Перед тем, как вот так хамски разговаривать с нами, власть должна заслужить наше уважение. Завтра в 11 часов утра в Кировский суд. Да, на судилище. Не показалось, что сегодня разговор был хамским. Не показалось, что это был нормальный разговор. Но как бы... Дим, Дим. Выражение относилось не к этому разговору, не Александру Геннадьевичу, а относилось к поведению тех людей, которых хватали на митингах. А, 9 сентября. Именно к ним относилось, а не к Александру Геннадьевичу. Ну хорошо. Значит, это было просто такое эмоциональное выступление. Друзья, еще раз вам большое спасибо, что пришли. Обязательно примерно через месяц проведем следующий горсовет. У него будет какая-то новая тема. Мы чуть попозже ее объявим. По поводу тех 10 предложений, про которые говорил Высокинский, я думаю, что мы сделаем, наверное, просто в каком-то электронном виде это придумаем, как сделать. Может быть, просто в социальных сетях или еще как-то посоветуемся и соберем ваше мнение и действительно сформулируем те предложения по поводу перенастройки режима общения горожан и власти, который можно создать в нашем городе. Потому что какие-то изменения наверняка назрели. У нас все встречи анонсируются на itsmycity.ru, потому что организатор этого мероприятия itsmycity.ru. Но если Вы хотите знать, Вы спрашиваете, где анонсируется, я Вам говорю itsmycity.ru. Вот, Вы получили ответ. Спасибо. Я думаю, давайте мы закончим, друзья. Спасибо большое. Все остальное в индивидуальном режиме. Спасибо. 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 Спасибо.